Три, два, один, съемка пошла. Танечка, ты готова? Мотор, камера! Всем салют! Мы такие заспанные. Уже успели Саше обеденный сон провернуть. Да, началась новая рабочая неделя. Всем хай! Хую хай! Хую хай! Итак. Ну что? Расскажи, мы вчера ходили вместе с Сашей на фильм на русский. У нас в кинотеатрах раз в месяц примерно проходит русский фильм. Да, в нашем немецком городе Ахен для русскоязычных жителей раз в месяц устраивают русский киносеанс. Вот. Какая дорога. Итак. Кстати, как вам? Я сегодня снимаю, не держа в руках. Нравится? Так лучше? Напишите. Итак, мы шли вчера. Это была комедия. Как это вообще называлось? Полицейские срублевки что-то такое. Полицейские срублевки. Ну, мы пришли такие со строением. Сейчас будем смотреть. Ну, как бы, да. А вообще фильм поздно проходит, по идее. Это было в пол-восьмого. С пол-восьмого до десяти до один-то он шел. А мне в два часа на работу вставать. Ну, бокс. До девяти. До девяти? Девять-двадцать, как же закончилось. Ну, бокс не. Поехали мы на этот фильм. Посмотрели. Что, с женой прогулялись вдвоем, без детей. За ручку пошли. По вечернему городу прошлись до кино. И я смотрел, смотрел, смотрел и думал, либо я какой-то стал уже не тот, либо у меня что-то случилось, либо кино российское стало не такое. Это нормальный, легкий фильм. Сиди себе рожей. Не без всякого глубокого смысла. Нет, ну, я вам скажу, что за весь фильм потрачено, что сам фильм. Да. За весь фильм, вот шуток, шуток, которые мне понравились, ну, вот можно было засчитать на пальцах одной руки. Просто зануда. Я зануда? Вот, наверное. Нормальный ржачный фильм, я поржала. Ну, что-то я не знаю, что ты там ржала сидела. Ну, не а-а-а, а ржала. А вот за тобой сзади с ними русские все это. Какая-то шутка, и все а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я сижу вот так. Мне вот, когда мы год назад или когда ходили, помнишь, какой фильм там был? Вот тот был убойный, реально классный. А этот, ну, просто нормальный, поржать можно. Какая-то шутка прошла, они все ржут, я сижу так думаю. Что-то реально смешно. Не, ну, понятно, как мужику может быть чужое горе. Ты, может, солидарен был, а бабы ржали. Да какое горе? Нет, я же настраивался, как на комедию, реально. Ну, просто шутки, где реально хочется смеяться, там, вот там. Ну, наверное, короче. Я перестал понимать русское кино. Мне, наверное, все-таки близок более старый юмор, старый фильм. Ну, типа, такие, как бриллиантная рука, операция. Да, мне пора на Петросяна, блин. Да не, ну, реально, какие-то дурацкие приколы. Ну, ладно, поехали. В общем, я сегодня сходила в спортзал первый раз. За сколько? Я не ходила в спортзал. С конца октября, потому что у нас там переезд был, я заболела, потом моя напарница тоже болела, а потом в целом был лень, праздники, Новый год, вообще торты. И тут Саша мне сделал много раз замечание. Посмотрела и я себе. Два раза я сделал замечание, много раз, два раза. Да не два. И не замечание, а просто спросил. Ты в зал собираешься вообще? Я понимаю, что просто так это не говорится. Нет, это говорится, потому что это не просто так, реально. Потому что я за это пошляю. Каждый месяц я за тебя плачу, а ты не ходишь. Ну, я говорю, давай, Таня, закрою твой договор в зале. Все. Нет, я буду ходить. Нет, я буду ходить. А вдруг мне захочется? Вот она меня с осени лепит. И вот я пошла. И там у нас новый тренажер, короче. Такой, как по ступенькам поднимаешься. Ступеньки так едут, и ты поднимаешься. И я попробовала. Такой прикольный. И думаю, ща, короче, я на этаж сотый. После 20-го я понимаю, что что-то я погорячилась. Но думаю, добью хотя бы до 50-го. Короче, я еле-еле до 50-го дошла, и я сдохла. Я хоть была в наушниках, я чувствовала, как я дышала. Все, кто рядом был, я представляю, думали, о боже. Ты, конечно, поделечилась. На первой дровке не стоит так выкладываться. Ну, ничего, нормально себя чувствую. Ну, да, почувствуешь ты завтра, послезавтра. Нормально. 50-е, это, я думаю, не так страшно. Да. Короче, это было 600 чем-то, нет. 700 чем-то ступенек, по-моему. А сегодняшний день у меня начинается мой новый режим. Я уже вам о нем рассказывал, что буду ходить каждый день на протяжении 5 дней, день в день, но короткими тренировками по 40 минут. То есть я буду приходить реально делать одну группу мышц. Пришел делать бицепс, и буду 40 минут делать бицепс. Пришел делать трицепс, буду 40 минут делать трицепс. И так далее. А ягодицепс будешь 40 минут? Ну, в 5 дней, может, вложиться. Бицепс, трицепс, что я там еще делаю? Ой, блин, что-то в камеру колышет. Бицепс, трицепс, грудь, плечи, ноги. Ну, ноги можно вместе с ягодицами, вот оно есть. Да. Все, все красивенько. Буду выделять на свои булочки минут 30. Достаточно ли? Ну, я думаю, тебе хватит. Такие сдобные будут. Немножко потертые, но сдобные. Им уже, знаешь, 35 лет скоро. Ужас. Ужас. А, ну, мы, кстати, едем за Тимуром, за Миланой. В принципе, стандартный график. Сейчас мы их забираем, едем к психологу с Тимуром, потом Таню выпускаем в городе с Миланой погулять по городу. Посмотреть достопримечательность. Достопримечательность. Как-то так. Так что поехали. Ну, вот мы и забрали детишек наших, уже едем дальше. Привет, Тимурка. Привет. Привет, Милаха. Привет. Миланочка, как прошло твой день рождения? Хорошо. Все получилось? Все хорошо было? Да. Ты подарками довольна? Да. А поиграла хорошо с детишками? Да. Ну, супер. Это самое главное. Это все понравилось. А тортик был вкусный? Тортик. А съели весь тортик, Милана? Нет. Не весь? Был невкусный? Ммм, вкусный. А маффины вкусные? А что, тортик был невкусный? Нет, слишком сладкий. Ааа. Там, получается, серединка, где постояла принцесса, это был тортик, а по краю маффины стояли. Вот маффины вкусные. Хотя, я смотрю, дети разделились. Кому-то, наоборот, больше тортик чем-то. Да, кто-то марципан даже сковыривал с торта ел. Да. Ну, по мне, был слишком сладкий. За мной находится Hardcore Station. Я только что заходил в свой фитнес, бывший фитнес, потому что до весны я сюда не буду ходить. Это связано с тем, что сейчас мне будут делать операцию, плюс мне зимой неудобно добираться. Я сейчас заехал, отдал ключи, забрал фант, залог за ключи, так называемый, и сказал пацанам, что до весны тренироваться здесь не буду, что вернусь только весной. Вот, да. О, Таня пришла. Да, я уже собирался вам звонить. Я хотела полотенце покупать, смотри, развернула. В шерсти вся. И вся теперь в белом пуху в этом. Милана говорит, не, мы такое не берем. А что вы взяли в итоге? Ничего. Едем домой? Да! Что, Милан? Что, шоколадку ела какую-то, наверное? Спалилась, рот не выкрыла. А ротик из шоколада? Как, мама? Она что, ела? Да, она не настоящая сестричка. Там было в упаковочке две штуки. Говорю, одну съешь, одну Тимурке отдай. Там в магазине нам дали. Нет, две упаковочки, а две орео в одной упаковочке. А Милана пока и не взяла офис хомячила. А я говорю, как ты так могла? А она говорит, потому что было очень вкусно. Значит, я теперь куплю Тимуру орео, и он тебе не вгостит. Короче, я же давал, что заключил залог 50 евро. Он мне вернул 30. Почему? Потому что он уже пользованный? Нет, он сказал, что ты же Алис вернешься весной, ты просто мне 30 отдашь назад. Все. А по поводу Дениса, у Дениса же тоже ключи есть от этого фитнеса. А с Денисом же непонятно, они там договорились, он то ходит, то не ходит. Они там договорились, что он будет кидать ему 20-ку или 5 евро за тренировку, не помню как. Я ему говорю, давай, мы с Денисом придем к тебе и договоримся так, что Денис будет тренироваться и 5 евро тебе кидать за каждую тренировку. А он говорит, шайса, я не могу это контролировать. Короче, нет доверия. Ну, я понимаю, доверять сейчас кому можно в этом мире. Он же не понимает, я же не могу вам объяснить, что Денис нормальный пацан, да, по идее. Может быть, он мне не доверяет. Он говорит, нахрен, пусть отдает ключ и все, назад. Короче, видимо, надо Денису или договор заключать с ним, да, что он будет каждый месяц платить там энную сумму. Ну, ему тоже это не выгодно, он может уехать. Да, Денис может потренироваться 4 раза в месяц, а может и ни разу не потренироваться. Ему выгоды никакой в этом нет. А смысл это вообще в зал ходить? Ну, дело в том, что у него работа такая. Он может быть дома, он может еще где-то быть, у него может не совпадать. Ну, не знаю, пусть сам решает, я вам передам. Сейчас у нас в зале акция «Друг может в месяц бесплатно тренироваться». Месяц, да? Да. Можешь привезти мне друзей моих на месяц? Одного ты можешь только. Денис, он приведу. Смотрите, это условия. Да. Как-то вот так вот. Так что, Денис, что-то у тебя с фитнесом не знаю, как там будет. Видишь, у Дениса вообще сложная ситуация. Он хочет тренироваться, он бы с удовольствием и договор заключил, допустим, вот в этом же Мэкфите у нас, так называемом фитнесе в городе. Он стоит 19,99 в месяц. По сути, не так страшно, нормальная цена. А можно не резиденту? Ну, мне кажется, Денис не может, потому что он не чистится в Германии никак. У него нету карточки немецкой, у него нету договора немецкого, у него нет прописки немецкой. Вот сложный такой вопрос. Надо узнать. Надо поинтересовать. Надо конкретно пойти с этим вопросом, как вот быть, поговорить с ними. Вроде как Денис этого года сказал, что он в завязке. Они, кстати, все пацаны сейчас не пьют, прикинь. Они между собой заспорились, забили, что на сотку, по-моему, евро, что кто сорвется, будет, будет, короче, сотку платить тому, кто победит. Я не понял, каждый или все вместе. Но сам факт, что с Нового года пацаны не употребляют. Мы только к Володе, когда ездили, когда вот мы на кладбище ездили, где-нибудь Петя, потом мы ездили к тёще, а вот Володя им там как бы предлагал. Денис такой сидел. Нет, нет. И на Юру так поглядывал, так, знаешь, так. Ну, типа, не можешь сказать, что, а, ну ладно, а Юра тоже с ней такой, нет, нет. Короче, пацаны и так скребя зубами. Молодцы. Да, молодцы. Денис еще хочет курить бросить. Вот, может, у него после этого еще и курить получится бросить. Будет вообще круто. Денис даже на следующий день утром проснулся и поехал, блин, на фитнес, прикинь, тренировался. Вот. Так что пацанов с Нового года порыв спортивный. Здоровый образ жизни. Дай бог, чтобы так и было. Ну, да, Сашенька. А мы с тобой вчера вино пили. Вино. Вино полезно. Дело-то в том, что мы умеем по-другому употреблять. Мы можем выпить бокал вина, и все. И хватит. Нам не надо больше. Или там еще что-то. А вот у других проблемы с этим. Они у всех проблемы. Просто некоторым скучно, нечем заняться. Нет, большинство не может остановиться на этом. Большинство выпивает там рюмочку коньяка или водочки, или вина. И все. Все. И душа рвется ввысь. И никак ее не остановить. Это реально так. Большая проблема у людей именно в том, что они не могут остановиться. Потому что приходит такая эйфория, наслаждение. Какое-то, блин, блаженство, успокоение. И все. И люди не могут остановиться. А мы можем. Я могу лупить бокал вина и все. Два могу лупить и все. Могу бутылку и все. И все. А могу две, да. И все. Нет, две я не могу. Да, да, да. А, кстати, сегодня будем, наверное, елку уничтожать. Может, сейчас прямо, наверное? Нет? Зремись. Сейчас у нас есть небольшой перерыв с Тимуром, потому что потом нам на бокс ехать. В этот перерыв побудем дома. Надо елку, наверное, разобрать. И уничтожить ее. Все-таки 13-е уже прошло. Старый Новый год прошел. Наверное, надо ее убирать. Ты распили. Аккуратно в пакет плотный сложи и потом четверг вывезем на район. По закону немецкому, да, нужно ее, короче, пилить на части. Ветки отпиливать и на части распилить и вывести. Или можно выкрыть зеленый мусорник. У нас очень полный все время. Ты не запихай. Ну, по идее, можно. Я не уверена. Не буду пройти. Ну, короче. Что мы в следующем году будем? Есть такое время, по-моему, когда просто можно их вынести и поставить, если они не превышают сколько-то. Если превышают, тогда нужно распилить. Но мы это время уже проворолили неверно. Они как-то сразу после Нового года буквально в числа 45-го. А, ну да. Немцы же покупают на Рождество, а Новый год уже выбраться. Что мы в следующем году будем покупать? Живую елку или уже искусственную? Давайте даже елку идем. Тане уже появилась мысль, может купить все-таки искусственную. Мы уже обсуждали эти темы. А, обсуждали, да. Только такую хорошую, знаете, такую добротную, добротную, чтобы она почти вот не отличалась от того, настоящая. Чисто из-за того, что жалко деревьев или из-за того, что жалко свои нервы потом все тут дырать? Нет, деревьев жалко. Она такая красивая у нас, большая. Но ее все равно выбросят. Она уже спилена, эта елка елась. Все равно выбросят. Все равно. Хотя бы через меня пройдет. Ну, ясно. Короче, спасение природы. Ну, как бы, спасем тому, может, блядь ли что-нибудь. Почему вот если все так будут меньше, меньше вырубать, меньше? Ну, может быть, если все будут покупать искусственные, может быть... Меньше для этого и выращивают, по идее. Будут меньше выращивать искусственные. Если все будут покупать искусственные, значит, будут меньше выращивать, меньше рубить. Вы за живые елки или за искусственные? Напишите, что вы там по этому поводу думаете Как у вас это происходит? Меня ломает, я все время категорически против искусственных было Да, прям жестко против И тут, когда у нас такая большая вот стоит Я понимаю, что и красиво, и жалко Ну что ж, елочка красавица Придется нам с тобой прощаться Тань, надо разбирать ее Я взял две пилы, одну электрическую такую Ну это как бы лобзик Может им будет быстрее И вот такую нормальную пилу Ну, вот такую Я даже не знаю, какую быстрее Попробую сначала лобзиком, потом такой Только для начала мы ее, конечно, разберем Снимем игрушки Таня дала ящик с игрушками Сказала, чтобы я сам разбирал Пока она готовит кушать Таня, а их складывать, что-то коробочки потом надо будет? Назад? Нет Нет? А для чего ты их сохранила? Ну что ж Начнем Субтитры сделал DimaTorzok Та-дам! Иголочки все Ой, иголочки Игрушечки все сняты Ну она, в принципе, осыпается, но не так страшно Попытаюсь вам показать, как она еще держится Она бы еще простояла месяцок, я думаю Если не больше Если вот так подергать за иголки Отмыть, они почти не осыпаются Вот такие вот елочки Живая вполне себе елка Правда мы подливали ей воду, да? Ну в принципе А ну вот, тут немножко собралось в руке Ну абсолютно минимально Почти не осыпается Ну а теперь настало время Распилить нашу елочку на кусочки Не пугай детей Я типа Гринч Я уничтожаю Рождество и Новый Год Да Давайте Сделаем это Сделаем Редактор субтитров А.Семкин Неплохой шест для танцев Не хочешь себе оставить? Правда немножко с веточками Теперь убирай пакетик Милан, держи папе пакетик Жесть, конечно Я такого никогда еще не делал с елочкой домашней Обычно всегда выбрасывал целиком Но я прекрасно понимаю, что целиком ее выбросить будет намного геморройнее Потому что она будет вся сыпаться Засунуть ее в машину Это будет катастрофа просто Она, блин, просто вырубит меня Так что лучше вот так Наверное И какой ему зеленый мусорник Бью Ну что ж Пора собирать Миланочка помогает мне Собирает веточки Пока Миланочка помогает мне Таня уже приготовила нам покушать Сейчас немножко перекусим Лосось на гриле и салатик Это форель, Саш А, это форель? Да Я думаю, что не будет так же, как с он с Артем Но как вариант Ну ладно Я думаю, будет вкусно В последнее время подсели на салаты и на рыбку Очень вкусно Только Тимур косточек, смотри И не выживай, приобрелись лимон, да? Мам, я выживаю, приобрелись лимон Я обещаю, что козлы для рыбки Распилил я нашу елочку на три части И, в принципе, все Вот тот пакет съел с этими ветками И эти три ствола сложим вместе Теперь важно эту елочку втихаря отнести Соседу за угол поставить И это будет выполненная миссия После новогодней Чшшш, никого нету Все, и убегаем Надо быстро свалить отсюда, и все И миссия выполнена Чисто по-немецки Ну что ж, теперь я отвезу Тимурку на тренировку Сам пойду качнусь И на этом наш день будет заканчиваться Спасибо, что были с нами Увидимся с вами завтра, ребят Всем пока Пока-пока 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 Продолжение следует...